Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесным». Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, чтобы продвигать это видео, раскидать по своим соцсетям. Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии журналисты из Хельсинки, Финляндия, пятой кнопки общего финского телевидения Альфа-ТВ Андрей Матынга. Андрей, приветствую. Приветствую, Альберт. Ты знаешь, мы знаем, весь мир уже знает, какая страшная война началась в самом центре Европы. В нашей терминологии, с российской стороны, это называется операция какая-то по освобождению Донбасса. Но все видим, что бомбят всю Украину, все города. Как все это смотрится из Европы, из сердца Европы? Европа эти события воспринимает однозначно. Маски с Путина сорваны, он показал свое истинное лицо. Для всего цивилизованного мира стало очевидно, что это злодей, диктатор, захвативший власть. По-другому это даже не интерпретируется. Даже если ты пытаешься занять какую-то, даже не нейтральную позицию, а колебаться между нейтральной позицией и осуждением, это уже воспринимается как пропутинская позиция. То есть западный мир в одночасье вдруг прозрел. Такое слово прозрел в одночасье, и Германии, и Италии, и другие страны. Знаете, что удивительно, даже венгерский президент, который казался таким пророссийским, и Эрдоган, который тоже налаживал отношения с нами, вдруг очень жестко и очень резко высказываются против России. Но они все говорят, они все говорят, что мы думали, он ищет дипломатического пути, но сейчас, как оказалось, он просто тянул время. То есть он строил из себя дипломата, якобы хотел договариваться, но на самом деле у него с самого начала все было запланировано, и просто он выигрывал время. А потом нарушил все и Минские соглашения, и все остальные соглашения, просто наплевав на всех. И, конечно, западный мир, ну, тебе нужно понимать, что когда они сдержаны в своих оценках, это значит, что они злятся. Если они показывают какое-то раздражение, то это нужно интерпретировать как уже бешенство какое-то. То есть нужно понимать, что когда к тебе нейтрально относятся, тогда с тобой вежливы, а ты можешь воспринимать это как дружелюбие. То есть вот эти принципы западной дипломатии. Альберт, я несколько месяцев трезвоню на весь мир, бывая там в Украине, на востоке, на линии фронта, у нас там христианская миссия проходила, и вот вчера она закончилась просто из-за форс-мажора, из-за начала войны. Но я бью в набат, во все колокола пытаюсь донести, что грядет эскалация, что Россия готовит вторжение, что это будет страшное вторжение. Исходя из вот тех признаков, которые я там замечал на месте. И четыре месяца я ощущал себя единственным трезвым человеком на какой-то пьяной оргии, где все просто неадекватные и не видят очевидного. И вот вчера утром, 24 февраля, я проснулся среди протрезвевших людей. И вот этот похмельный синдром, который сопровождает их, этот шок по поводу того, что сделал Путин и как он себя повел, это тоже не добавляет оптимизма. Здесь, понимаешь, в этой ситуации самое страшное было оказаться правым, причем совершенно правым во всех своих самых страшных догадках. Вчера утром, представь, я проснулся раньше обычного, вот как в фильмах, когда человек внезапно открывает глаза, как будто что-то произошло. Вот я внезапно открыл глаза, и первая мысль, которая мне пришла в голову, началось вторжение на Украину. И представляешь, я беру телефон, чтобы прочитать новости, и в эту же секунду от пастора Юрия Бобинец из Киева приходит сообщение «Нас бомбят». Началось, и присылает фотографии ракетного удара по Киеву. Вот в такой реальности мы живем, и я понимаю тех, кто сейчас, испытывая вот это вот, испытывая похмельный синдром, я понимаю тех, кто мечет очень противоречивыми разными реакциями. Андрей, я знаю о той работе, которую вы вели на востоке Украины. «Ощути силу перемен» проект называется, который в России давно-давно уже проходил. Вот, вы запустили его заново. И я видел фильм, который вышел на финском телевидении, который вы снимали там, на линии фронта, еще когда не было, скажем так, прямой войны. И ты был там, ты знаешь ситуацию, ты говорил с людьми, ты встречался с людьми. Какова ситуация сегодня? У тебя больше контактов, потому что с нашей стороны очень мало информации. Ну, Геннадий и все его социальные проекты, Геннадий Махненко, вот наш партнер-пастор, которого мы все знаем, который занимается серьезной социальной работой. Церковь вчера вечером, 24 февраля, поздно вечером, ввела план эвакуации. И сейчас, вот в данный момент, когда мы с тобой разговариваем, они находятся в центральной Украине, двигаются на запад. Уже несколько машин у них вышло из строя, они их как-то дотянули до каких-то заправочных пунктов, чтобы там их, ну, хотя бы не бросить, то оставить с надеждой потом забрать. В том числе, те служители церкви, социальные работники, и дети из приютов, и матери из домов-убежищ для женщин, все они сейчас на нескольких десятках, под сотню автомобилей, транспортных средств, двигаются на запад. Мы поддерживаем с ними связь, постоянно, ежечасно созваниваемся, и ночью, и сейчас днем. И в том числе пытаемся оказать им финансовую помощь, в условиях того, что банки не все работают, и не все осуществляют переводы, и в условиях того, что очень сложно сейчас найти заправку или продовольственный магазин, который готов принять карту банковскую. Все сейчас хотят получить наличку, причем наличку в валюте. Вот в такой ситуации они находятся. Но я надеюсь, что проект не завершился, потому что наши рекламные плакаты висят сейчас в Харькове, огромный рекламный плакат. Ощути силу перемен. В Запорожье, причем речь идет о сотнях квадратных метров, и я помню, как несколько месяцев назад я говорил о том, чтобы оставить закладку там из литературы христианской. На тот случай, если граница передвинется, и эта часть Украины будет оккупирована Россией, чтобы в том числе они получили вот эту христианскую литературу, которую сейчас уже на территории России очень-очень сложно получается распространять. Я помню, как на меня смотрели, как на Полоумного, когда я предлагал такие варианты, но все-таки вот такие закладочки остались там. Поэтому миссия продолжается, и в том числе, к сожалению, и к этому мы были готовы. Я повторюсь, мне сейчас крайне неприятно оказаться правым, но в том числе этот вариант прорабатывался, и этот план сейчас введен в действие. Скажи, есть какая-то информация у вас в Финляндии из других регионов Украины, из Одессы, из Львова, Луцка, вот та часть? Херсонская область оккупирована, по крайней мере, до города Херсон. Из Крыма зашли войска, оккупировали. Оккупирован Мелитополь, Геническ. Продвигаются к Запорожью. Есть версия, что... Ну, не версия, это уже очевидно, что Мариуполь берут в кольцо. В том числе к Николаеву есть попытки продвинуться. И я так полагаю, как житель Приднестровья, уроженец Приднестровья, что пробивается коридор, в том числе к Приднестровью. Я держу связь со своими родственниками там. Но интересно, что Молдавия сейчас открыла коридор для беженцев из Украины и договорилась с Приднестровьем, что Приднестровье беспрепятственно пропускает беженцев через свою территорию, на территорию Молдавии, украинских беженцев. Что касается Луцка и остальных областей, там сейчас сохраняется контроль украинской власти. Бои ведутся на киевском направлении, это вот Киев-Чернобыль-Ось, и под Харьковом. Ну, вы, наверное, знаете, что Харьков находится в 20 километрах от российской границы. Там с попеременным успехом, но украинские войска сейчас отбивают, а вот эти попытки вторжения со стороны российских войск. Ну, Альберт, идет полномасштабная война. И еще вчера мы пребывали в легком шоке, а сегодня уже ощущение, что мы привыкли к вот этим сводкам с войны, к картам военных действий, к анализу, получению информации. Вчера просто безумный день у нас был на телевидении, с раннего утра. Вообще психологически осознать вот этот сценарий, который был введен в действие. Во-вторых, меня не раз посещало такое чувство, и в том числе, когда мы посещали Украину, вот, например, в ноябре, я ехал туда, на восток Украины, с очень ужасным гнетущим чувством надвигающейся беды. И на следующий день мы приехали в разбомбленную, в свежеразбомбленную украинскую деревню на окраинах Донецка, полностью смешанную с землей. И вот, увидев вот эти разрушенные дома, плачущих жителей, у меня почему-то все стало на свои места. То есть вот у меня такое, какое-то непонятное, немного сдвиг вот этого следствия, причины и следствия. И вот сейчас, вот к этим событиям, которые произошли вчера, у меня было предчувствие последние 3-4 месяца. И когда оно, наконец, произошло, то в некотором случае даже какое-то моральное облегчение я испытал, потому что, ну, вот, наконец-то, понятно, что ты предчувствовал, какую беду. смешанные эмоции. И при этом еще исполнение своего профессионального долга, то есть перелопачивание, анализирование вороха информации, видео, которые приходят из Украины, запись интервью, прямых включений, которые вот прямо, информация устаревает на глазах, да, то есть полчаса назад ты записал какое-то интервью, как-то зафиксировал факты, а через полчаса они уже не актуальны. Ну, вот скажи, это твои ощущения, да, твои чувства, твои мысли как журналиста. А как само финское общество? Ну, простой, скажем так, глубинный финский народ, как они воспринимают эту войну? Глубинный финский народ пребывает в глубоком шоке, во-первых. Во-вторых, он очень четко интерпретировал намеки Владимира, Владимировича Путина на результаты Великой Октябрьской революции, вот эти геополитические ходы, которые сопровождали это историческое событие. Потом на вот эти выпады о землях, которые Ленин раздавал и дарил. То есть финское общество интерпретировало это так, что следующие мы, и нам нужно срочно вступать в НАТО сейчас, если еще три месяца назад, даже в начале декабря, еще Финляндия сохраняла стабильные нейтральные статусы, даже речи не шло о том, чтобы вступать в НАТО. Ну, разговоры ведутся последние десятилетия, но, по крайней мере, Финляндия придерживалась, и, скорее всего, придерживалась бы еще несколько десятилетий нейтрального статуса. И вот эти ультиматумы, которые Путин выдвигал западному миру, и вот эта резкая риторика военной угрозы, конечно, подталкивали финский народ к тому, чтобы вот это большинство, которое за вступление в НАТО, перевалило за половину, за 50%. Ну, а сейчас, после вторжения в Украину, здесь сложно найти человека, который бы однозначно не считал, что Финляндии нужно срочно вступать в НАТО. Вот смотри, у нас в России 20 лет, нам говорят, НАТО у ворот, НАТО у ворот. И чем больше говорят, тем больше стран присоединяются к НАТО, потому что боятся. Но смотри, вот судя на нашу риторику, мы начали эту операцию со слов нашего президента Российской Федерации, чтобы НАТО не стояло у нас у ворот. Хорошо, мы берем Украину, просто послушай меня. И опять НАТО у нас у ворот. Опять Польша, Литва, другие страны, там Словакия или Словения, там какие страны граничат с Украиной. И опять НАТО у ворот. Мы их будем брать. В 20-х числах ваш, по-моему, премьер Финляндии выступил и сказал, что мы срочно спросимся в НАТО. То есть вы следующие тогда, следующая операция по освобождению народа Финляндии. У вас есть силы, которые будут просить, как в 40-х годах, чтобы Россия утвердила законный порядок, освободила там какие-нибудь области Финляндии, чтобы мы войска ввели. Ну, именно поэтому и полагают, что нужно срочно вступать в НАТО. Причем же со стороны НАТО было такое заявление, что Финляндия и Швеция сейчас абсолютно готовы к вступлению в НАТО. То есть они не видят никаких причин для отказа в плане того, что из себя представляет гражданское общество и вооруженные силы страны. И со стороны НАТО ясно прозвучавший сигнал, что как только Финляндия делает запрос на вступление в НАТО, в этот же день ее принимают. То есть это может произойти, если не со дня на день, то очень быстро сам процесс. И именно сейчас, когда Финляндия понимает, что в одиночку противостоять Россия она не может, именно поэтому и прозвучали эти слова, ну не слова, а уже просто очевидно, что Финляндия в ближайшее время вступит в НАТО. Понимаешь? Граница по земле у нас в Финляндии и России больше, чем граница с Украиной. Украина, по-моему, 2000 километров, а в Финляндии намного больше, мне кажется. Ну, если говорить о военных таких наших, мотивирует это тем, что освобождает от НАТО? Ну, Альберт, я не военный эксперт, но даже если посмотреть, что происходит вот сейчас на украинском направлении, то существующая линия фронта на Донбассе между подконтрольными Украиной территорией и временно оккупированными, где есть укрепление, где ожидалось вот это наступление, то там, в принципе, сейчас мало что изменилось. Там, конечно, интенсивность обстрелов увеличилась, но, в принципе, именно на том направлении Украина наиболее успешно обороняется. И в том числе Мариуполь, казалось бы, самый незащищенный город и самый уязвимый вот-вот в плане прогнозов операций, которая состоялась, оказался сейчас самым безопасным и защищенным. Понимаешь? То есть, я думаю, что там, что, в принципе, военная концепция в Финляндии существует уже столетия, и Россия воспринимается как стратегический противник, и именно против этого противника и настроена армия, и обучается десятилетиями. Я думаю, что здесь, в принципе, не должно быть проблем у Финляндии в том, чтобы, вступив в НАТО, отбить желание. Скажи, у вас на Западе существует оценка действий Беларуси, потому что президент Беларуси постоянно заявляет, мы не участвуем, но по всем данным, вот украинцы озвучивают, и уже, наверное, кто-то из наших озвучивает, что, например, войска вошли из Беларуси в некоторых, через несколько направлений, в том числе, через Черном, или взяли его. Украинцы не стали защищать, боясь, что случайные снаряды попадут в АЭС, и тогда это накроет вообще всю Европу. Я думаю, Лукашенко дали оценку еще в 2020 году, когда он устроил этот кровавый террор. Сейчас вся Европа понимает, кто стоит за этой атакой, и не распыляется по мелочам, то есть понимает, что голова у дракона одна, и голова этого дракона единственная Путин. То есть всем сейчас очевидно, кто стоит за этим мероприятием. Как в Европе смотрят на действия Китая? Насколько я знаю, разговаривая с кем-то, с людьми, и оттуда из Китая тоже, понимая всю ситуацию, в Китае, как говорят, сейчас дали запрет вообще всем газетам, телевидения критиковать Россию, они поддерживают, вроде внешнеполитически говорят, что мы против, поддерживаем целостность с Украины, но полная поддержка действий нашей страны. Отношение Китая обуславливается его недавним конфликтом и обострением отношений с Гонконгом, если вы помните демонстрации, и уже тогда была дана оценка правам и свободам и состоянию гражданского общества Китая. Поэтому к Китаю относятся с осторожностью как к мировому гиганту, но при этом и иллюзий особых не было. при этом Альберт, опять же, все сейчас понимают, что враг западного цивилизованного мира это Владимир Владимирович Путин. И никто сейчас не вдается в нюансы, чем занимается Лукашенко, Китай и так далее. То есть однозначно и очевидно и безальтернативно Россия вторглась на территорию Украины. При этом несколько месяцев отвергая эти планы взахлеб, брыжя слюной, утверждая, что у нее нет планов вторжения в Украину. Надсмехаясь над западными средствами информации и политиками, которые говорили о том, что Россия планирует вторжение. То есть сейчас после всего не осталось ну если хотите, то отношение к Путину сейчас как отношение к Гитлеру во время во время Второй мировой войны. То есть очевидно он занял эту роль мирового зла вот сейчас для вообще для всей планеты занял эту это амплуа сейчас закрепилось за Путиным. Это очевидно и ну на данный исторический момент без безвариантно безальтернативно. Тупо упомянул свою родину Приднестровье, да. Я разговаривал вчера, сегодня с Одессой с Пасторами и говорят начали эвакуацию как раз в Молдову и молдавские церкви принимают беженцев с Украины пытаются помочь размещать и Кишинев и другие города из церквей и люди организуют женщин и детей прежде всего вывозят границам вот то что удалось услышать из Одессы тоже их бомбят отстреливают говорят они с моря пока вот ситуация такая но как хорошо что христианский мир как-то сплачивается и помогают разные страны друг другу и верующие Андрей спасибо огромное тебе за твой труд за твою работу за ваш труд вместе с Хану за эти проекты подобные ощути силу перемен надеемся что перемены грядут да Альберт я хочу сказать что ты сказал что этот проект возобновился он никогда не останавливался он прошел в 110 городах мира на 4 континентах он проходил в Южном Судане на Кубе в Шри-Ланка в Индии в Непале даже в Иране проходил проходил проект ощути силу перемен в Ливане проходил где идут военные действия он не прекращался а то что в России он завершился потому что в свое время ФСБ России провела операцию по дискредитации этого проекта и закончился этот проект в том числе рассылкой писем небезызвестного Сергея Васильевича Риховского российским церквям даже не с просьбой а с запретом на участие на участие церквей в этом проекте и это открытая информация она опубликована на сайте РосХВЕ я знаю мы тогда участвовали мы полностью мы не согласились и даже не обращали внимания на все это ну вот это было вот да вот это было частью вот этой вот операции по по дискредитации проекта и вот в том числе там у Сергея Васильевича звучала такая риторика это западные ценности они нам чужды но в итоге оказалось что Риховский просто хотел этот проект подмять под себя и руководить им единолично а поскольку принцип проекта это межцерковность в котором на равных участвуют разные христианские деноминации мы на это не пошли ну и у Сергея Васильевич рука об руку от ФСБ с ФСБ с которым он сотрудничает постепенно этот проект выдавили из российских просторов но он продолжает успешно проходить в совершенно разных уголках мира даже в странах где ислам является доминирующей религией и в странах намного более сложной социальной политической ситуации вот такие реалии российские да мы о них знаем мы живем среди них кто-то получает удар по голове кто-то звездочку очередной на свой погон наверное у них есть какие-то свои погоны как бы только им известны потому что все эти документы ты как знаешь они расшифровываются и открываются потом через много десятилетий кто сотрудничал как сотрудничал наверное эта вся история не будет спрятана но даже сейчас Альберт вот эта агрессия против Украины явная открытая агрессия я не понимаю как ее можно истолковать как-то по-другому они не толкуют заметь Андрей ни Риховский ни другие кроме Баптистов вот ты знаешь меня поражают как Песятника там не знаю как меня еще не назови поражает что все молчат единственный кто уже пару раз выступил это глава Союза Баптистов ну довольно таки обтекаемо ну Андрей ну хотя бы что-то ты понимаешь да что люди переживают объявили молитву все все остальные молчат наверное бегают на площадь согласовывают с детским миром как мы называем свою позицию каждую строчку каждую запятую выверяют чтобы им разрешили сделать заявление да но тем не менее последний собор вот этот собор на котором тебя предали инквизиции ведь на этом соборе было принято решение о поддержке выражении поддержки стратегии национальной безопасности России да там были оговорки мы ее принимаем но с оговоркой но оговорка касается там традиционных религиозных течений России то есть она никак не касается военных действий России но вот то что касается вот сейчас военного вторжения России в Украину вот этих преступлений которые там вершатся и вранья которая сопровождает что мы не будем вторгаться мы будем просто бомбить вторглись уже что мы бомбим просто военные объекты бомбятся гражданские объекты в том числе в Киеве и как вот появляются видео допроса уже пленных российских солдат регулярной армии и оказывается и они не знали что произошло они были там у границ Украины на военных учениях и они думали что их поднимают вернуться в части а погнали их воевать на Украину то есть это и обман по отношению к своим же гражданам понимаешь к своей армии к своим солдатам то есть тотальное вранье на всех направлениях и вот эту стратегию национальной безопасности поддержал собор РосХВЕ я хочу подчеркнуть что его не что можно было просто промолчать и никто бы этого не заметил ну мы понимаем что Христиан которые по двой которые они всегда говорят мы вне политики мы не везем а тут вообще политический документ абсолютно политический документ причем не просто политический а военно политический понимаешь и как они после этого из себя строят аполитичных людей которые вне политики вне войны которые там строят из себя голубков мира ну Альберт ну это лицемерие это лицемерие чистой воды и вот у этой войны в Украине сейчас есть конкретные имена и фамилии. Это фамилии тех епископов, кто голосовал на соборе за стратегию национальной безопасности. Я хочу подчеркнуть, что если бы они промолчали, если бы они этого не сказали, их бы никто не заметил. Их и так никто не замечает. И я думаю, что даже этого прогиба никто не заметил, потому что весь религиозный мир России это 1-2%, а доля протестантов в нем и доля РосХВЕ это меньше статистической погрешности. Они абсолютно никому не интересны. Но вот здесь же за язык никто не тянул. Это же вот инициатива исходит оттуда. Вот прогнуться вот так вот, подлизаться. Подлизались, поздравляю. Смотри, там же во главе и в Духовном Совете один американский епископ, один норвежец. Ваш, кстати, скандинавский человек. Да, гражданин страны НАТО, кстати. Да. Потому что он представляет шведское христианство, да, Швеция не в НАТО. А вот Норвегия, гражданином уроженцем, которым он является, страна НАТО. То есть получается в РосХВЕ глава, первый заместитель, он из страны НАТО, и он не отказывается от своего гражданства, держится за него. Ему и российское это не дают. И мне понравилось именно вот в этот день, когда происходило вторжение, когда весь мир в шоке, когда даже самый аполитичный гражданин, самый неверующий в будущее вторжения России просто изрыгался вот этим недоумением. Что у нас постит Мацоло там? Какую-то там встречу, какую-то непонятную. Что Мартюничев... Хорошо кушают. Да, и да. Они там все что угодно. Какие-то вейпы курят, не знаю, что они там курят и что едят уже. Это ужас какой-то. Потом Мартюничев там жалуется, что-то там его не пустили в кинотеатр со своей едой. Вот что их волнует в этот момент, когда весь мир стоит на ушах в преддверии Третьей мировой войны. Скорее всего, ядерной войны. К сожалению. К сожалению. Тяжело влезть в их мозги, и они считаются все духовными лидерами народа. Поэтому, Альберт, я тебя поздравляю, что они тебя исторгли сами из этого своего совета нечестивых. Читай первый псалом «Блажен муж». Вот тебе повезло. Совет нечестивых сам тебя исторб. И сейчас твоя совесть, как и моя, чиста перед украинским народом. Да у меня и перед российским чиста. Они боятся правды. Они боятся тех, кто начинает говорить. Ты знаешь, первое требование было «закрой канал». Два года бьют. «Закрой канал, взгляд с небесный». «Закрой». Они в открытую говорили. Это волки, самые настоящие. Знаешь, я не боюсь этого сравнения, но это по моему глубокому убеждению. Хотя казалось бы… Мы расколем тебе церковь, и они делают это. Хотя казалось бы, YouTube-канал, да? То есть, ну, даже сколько там у тебя сейчас? Около 10 тысяч подписчиков. Ой, у нас что-то атака идет на канал. Сейчас тысячу почти срезали. Мы не знаем, почему вообще. Нет, но в любом случае, если сравнить с мастодонтами YouTube, то вот ни твой, ни мой, ни наши все проекты даже близко не подвигаются к какому-то общественному влиянию. Но даже это им не понравилось. Понимаешь, человек ведет YouTube на свою там скромненькую аудиторию, и даже это вызывает агрессию. Точное слово – агрессия и ненависть. Там столько всего. Просто их плющит от этого. Хорошо, Андрей. Хорошо, спасибо огромное тебе за рассказ, за то, как Европа смотрит, какими глазами, как все видят, и какие оценки дают всему происходящему, в том числе и войне на Украине. Хотя у нас это называется войсковой операцией. Альберт, тебе спасибо за твой канал «Взгляд с небесный», за тех людей, которых ты приглашаешь туда. И все твои видео, ну, кроме вот этого, мне крайне интересны, и я их всех взахлеб просматриваю. Спасибо тебе. И подписывайтесь, друзья, на этот канал. Не стесняйтесь. Спасибо, Андрей. Благослови Господь. Это был канал «Взгляд с небесный». Наш гость из Хельсинки Андрей Матынга, журналист общенационального финского телевидения Альфа Тене. Благослови всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok